сегодня мы будем с вами делать крем для рук я вас уверяю что есть смысл поморочить себе голову и сделать этот крем для начала я взяла алоэ соседка мне вот добрая подарила целое алоэ я нарезала сюда пару листов и буду прокручивать их через мясорубку взяла кусочек марли и процежу сок алоэ через марлю хорошо процеживается нет никаких здесь остатков если у вас нет марли возьмите кусочек бинта возьмите кусочек тляпочки здесь у меня 30 миллилитров получилось сока алоэ друзья всем привет рада что вы заглянули на мой канал и сегодня хочу сделать с вами крем для рук почему я делаю его сама потому что у меня очень сухие руки я постоянно нахожусь в воде постоянно готовлю кушать или копаюсь в огороде кожа на руках у меня очень очень сухая и обычная крема мне абсолютно не дают никакого эффекта и я хочу чтобы все трещины которые на руках все ранки которые появляются это матрос когда я там ухаживаю за ними чтобы они быстренько заживали кроме того у меня муж постоянно работаю где-то на участке у него тоже такая проблема с руками руки сухие иногда здесь вот очень шершавые с трещинами я хочу чтобы ручки были гладкие и красивые и у меня и у вас поэтому я буду делать крем сама все что мне понадобится сегодня для того чтобы сделать крем самой это все очень простые ингредиенты если у вас какого-то компонента не хватает не надо бросаться искать его или браться за голову все получится даже с несколькими из тех компонентов которые я перечислила так но сейчас показываю что мне понадобится ну во-первых глубокая миска чайная ложечка соколуя 30 миллилитров как мы с вами уже его выдавили теперь что мне понадобится вот это вот масло дерево розового дерева но вы можете взять любое ароматическое масло теперь значит мне нужно понадобится витамин а витамин е глицерин с аммиаком целая уже есть такая вот смесь готова дермосан если у вас нет этой вот такой вот жидкости то можно или глицерин лить или и туда добавить немножко аммиака так ну и витамин b здесь у меня комплекс витамина b не один витамин называется это нерви плекс нерви плекс h вот здесь комплекс витамина b ну и мне понадобится крем вот для крема для рук я беру крем для лица я не рассказываю какой это крем я взяла недорогой крем это фирма зеленая аптека берите любое какой вам нравится главное чтобы он был недорогой и крем для лица он лучше чем любой чем детский крем например потому что детский крем очень жирный а я хочу чтобы крем который я сделаю своими руками быстро впитывался в кожу не оставлял жирный следов потому что мне постоянно надо что-то делать и сидеть ждать пока он питается у меня нет времени поэтому я взяла вот такой вот крем значит крем этот недорогой он стоит примерно 2 доллара я уже брала я делала крем для лица вместе с вами кто был со мной мы сейчас будем делать крем я выложу его в миску потому что хочу чтобы все хорошо размешалось вот крема зеленые аптеки они хорошо впитываются поэтому они мне нравятся если у вас нет такого крема берите любой который вам нравится который вам не жалко мне очень нравится крем для рук бархатной ручки но этот крем дорогой нам тюбика хватает на неделю а здесь нам хватит этого крема надолго крем которая делала для лица почти весь вымазал мой муж на руки потому что очень хороший эффект значит не берите не вели не вели не подходит для домашнего крема значит первое я выливаю сюда витамин в группу витаминов b размешиваем все вот эти вот компоненты я покупала в аптеке стоили они недорого но я уже не помню сколько потому что баночки не полную первым я выливаю сюда витамин а ретинол он еще называется витамин а очень хорошо заживляет раны он даже борется с экземой я буду наливать все жидкости по чайной ложечке вот чайная ложечка витамина а сейчас выливаю чайную ложечку масло розового дерева вы им даже нельзя переборщить чем больше вы его нальете тем приятнее будет пахнуть ваш крем теперь чайную ложечку витамина е витамин е тоже прекрасно питает кожу своих видео вы часто спрашиваете почему я работаю без перчаток мою посуду без перчаток готовлю без перчаток я не люблю носить перчатки честно вам скажу я не чувствую как бы того чего я делаю поэтому я перчатки одеваю крайне редко когда например я что-то пахучее очень чем-то работаю так ну и остается нам дермосан тоже нальем его чайную ложечку дермосан который содержит лицерийный аммиак смягчает очень хорошо кожу рук поэтому я даже его две ложечки налью и честно я не прогадаю все хорошо смешивается теперь я выливаю сюда волшебное средство это сок алоэ кто-то писал что сок алоэ он иногда бывает вреден неправда сок алоэ он рекомендуется аллергикам людям с разными заболеваниями он абсолютно безвредный но очень лечебный вот получилось у меня получился у меня вот такой вот очень пахучий крем видите он такой жидкий достаточно но в холодильнике он запустил все кремы с натуральными компонентами нужно держать обязательно в холодильнике и вот эти средства покупаю в аптеке у нас очень хорошая работник аптеки вы знаете есть такие люди которые настроены на то чтобы людям помогать это они встречаются среди врачей среди продавцов вот им не все равно что ты купишь они тебе всегда посоветуют и помогут вот такая у нас в аптеке есть такой продавец которая заменяет целую поликлинику врачей у нее всегда можно получить любую консультацию она всегда хочет искренне помочь она разбирается во всех препаратах которые продают вы знаете я так люблю ходить в эту аптеку в ней всего дороже чем других аптеках не значительно но иногда дороже но тем не менее всегда хожу туда потому что очень приятный продавец большое ей огромное человеческое спасибо не только от меня и от многих других людей у нее большой опыт потому что она рекомендует если какое-то лекарство она потом слушает о нем отзывы прелесть пахнет пахнут ручки замечательно просто замечательно вот сейчас я его поставлю в холодильник и этого крема хватит нам надолго потому что он довольно жидкой консистенции и очень быстро впитывается а если вы еще оденете перчаточки посидите часик вот руки намажите кремом и часик посидите в перчаточках руки будут как бархат обязательно держите этот крем в холодильнике напишите пожалуйста в комментариях делаете ли вы сами домашний крем и что вы можете нам всем порекомендовать ну и конечно же покритикуйте меня это тоже святое дело но я желаю вам воспользоваться моим советом сделать самому крем для лица и крем для рук вот смотрите он уже почти у меня впитался этот крем не желаю вам быть красивыми если у вас будут латкие руки вашим мужьям будет приятно их целовать за то что вы его спекли пирожок или пасочку но я с вами прощаюсь на следующем видео всем пока надеюсь моё видео было для вас полезным если было то ставьте лайк не стесняйтесь пока пока рецепт этого крема я обязательно выложу в описании под видео и в instagram